Госдума одобрила сегодня в третьем чтении онлайн-продажу лекарств. Подробнее об этом поговорим с нашим обозревателем. Наэль Скирзадына, добрый вечер. Итак, когда уже можно будет покупать лекарства дистанционно? Игорь, сразу после опубликования закона. Однако дистанционная продажа рецептурных лекарств будет временной. Закон будет действовать до конца года. Закон, который также дополняет блок законопроектов, которые приняты были вчера для противодействия распространению вируса в части дистанционного доставки лекарств. Причем во время ЧАЭС эта доставка будет в том числе лекарств, которые требуют оформления рецепта. Аптеки, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, должны будут получить разрешение Росздравнадзора для торговли лекарствами дистанционно. Такое правило двух ключей, которое обеспечит выполнение поручений президента в отношении контроля контрафактов или фальсификатов, которые могут при таком обороте теоретически появляться. Эту мы, естественно, допустить не должны. Отдельное внимание для льготников. Правительство должно также разработать доставку и покупку лекарств для них. Но ведь не все лекарства можно будет покупать дистанционно. Да, не все исключения составят сильнодействующие психотропные, наркотические и спиртосодержащие препараты. Правила их реализации будут определяться правительством в отдельном порядке. А кто будет заниматься доставкой препаратов? Ее будут осуществлять либо квалифицированные фармацевты с профильным образованием, либо обычные курьеры. Многие компании готовы начать доставку, как только появится постановление правительства. Мы в Яндекс.Таффик готовы оказывать эту услугу прямо сразу. Работать это будет следующим образом. Вы будете заходить на сайт приложения или на одну из площадок Яндекса, где будут представители той или иной аптеки, выбирать нужные вам товары, добавлять их в корзину, оплачивать любым бесконтактным, что важно сегодня, методом оплаты, привязанной картой или Apple Pay. И после этого за несколько минут этот заказ будет собираться с сотрудниками аптеки и потом доставляться до вас. По времени доставка медикаментов не будет отличаться от доставки еды из ресторанов. В среднем речь идет о 40 минутах. Многие аптеки уже сейчас принимают заказы онлайн, но только от определенной суммы, например, от 1000 рублей. Но забрать эти лекарства можно только из стационарных аптек. И на кого лягут расходы на доставку? Скорее всего, работу курьера надо будет оплачивать отдельно, но до конца этот вопрос еще не решен. Учитывая, что наценка в аптеках на сегодняшний день невысокая, часть доставки, она, конечно, будет платная. Но не в момент чрезвычайных ситуаций, то есть в обычное время. У нас большое количество аптек и в каждом районе может быть опорная аптека у любой сети. И в радиусе километра двух можно будет осуществлять достаточно быстро доставку именно из аптеки. Спасибо. Это была моя коллега Наиля Скирзаде.